БУДЬ ЗДОРОВ! А меня всё ещё зовут Павёл Князич, и это снова Капхэд DLC. Мы уже рассмотрели здесь боссов, всякие секреты, пасхалки, отсылки, кого мы только не разобрали. Вот прям эти микроскопические молекулы, всё узнали про историю персонажей, про историю этого мира, ну и прочее интересное подобное. Но я тебе предлагаю сейчас погрузиться в удивительный и прекрасный мир Капхэда. Да, тот самый мир с пацанами, у которых вместо голов кружки, а у девок горшок. Ну я тебя умоляю, здесь и не такие чуханы обитают. Некоторых ты просто обязан будешь встретить, а с кем-то, хошь говори, хошь не говори. Я вот, например, с говорящими фруктами или овощами не очень хочу говорить, поэтому я просто их прохожу мимо. Вообще в этой игре можно быть таким социофобом, ни с кем не хотеть общаться, пошли все нафиг, пойду обожрусь в одиночку молочными ломтиками и лягу спать. Но сегодня, как ни крути, нам придётся с ними познакомиться прямо сейчас, с этими второстепенными персонажами на Чернильных островах. Кто же, собственно, эти существа? Какую роль они играют в Капхеде? И сколько же жителей обитает на этих Чернильных островах? Да, сегодня мы отправляемся на Чернильные острова. Ну а если ты не знал, то 24 июля я отправлюсь в Питер на ВК-фест. Вот там-то мы развлечёмся вживую. Там будут выступать различные блогеры, певцы и даже, по-моему, Дима Масленников будет ведущим. И я буду на ВК-фесте 24 июля, поэтому там меня можно встретить. Поэтому, если ты хочешь со мной лично познакомиться и встретиться, приезжай в Питер 24 июля на ВК-фест. Ссылка на билеты в описании. Ну а первый второстепенный персонаж в Капхеде это Старый Чайник. Он отвечает за обучение, и именно у него в доме мы учимся стрелять из своих пальчиков. Дедушка Чайник очень мудрый и всегда хочет, чтобы братья Капхеды поступали правильно. И это не просто какой-то дед. Он является отставным рыцарем и имеет даже при себе сувенирчик со своей старой работы. А именно меч, висящий у него на стене в доме. Именно он предупреждает Капхеда и Магмана не ходить в казино к дьяволу. Ну, казалось бы, и так понятно, вроде что к дьяволу ходить не надо. Но даже напутствие и опасения Старого Чайника не помогают Капхеду и Магману немного поумнеть. Есть даже такое мнение, что Старый Чайник является дедушкой Капхеда и Магмана. Родным дедушкой. Поскольку он присутствует с ними с самого начала рассказа. Но это не совсем даже второстепенный персонаж, так как мы без него тут не сможем пройти обучение и вообще начать эту игру. Но второстепенных персов и более подозрительных личностей мы уже начинаем встречать, гуляя по островам. Так, например, Маг. Человек-яблоко. Буквально мальчик, у которого вместо головы огромное яблоко. Маг кажется непринужденным человеком, проводящим большую часть своего времени, сидя на мосту и прогуливаясь. В диалогах с ним он утверждает, что в детстве был возмутителем спокойствия. Эдакий шаловливый хулиган-пацан. Но в конце концов он предпочитает спокойную, размерную, тихую жизнь. Такую же, как и речка, около которой он гуляет. Также Мака оскорбляет тот жизненный факт, что другие люди едят яблоки. Ну я думаю понятно почему. Кстати, с подобными персонажами даже очень полезно общаться, потому что с них можно выбить монетки. С ними достаточно просто поговорить. Да, если бы людям платили каждый раз, когда с ними общаются, на земле не было бы интровертов. И как ни странно, следующий второстепенный персонаж это Монетка. Обычная Монетка по имени Квинт. Очень хитрое, плоское создание, которое больше похоже на вора. Но на самом деле он просто жадный. Циничный и благоразумный, поэтому он не доверяет банкам. Монетка не доверяет банкам, что-то новое. Хотя в сегодняшних реалиях мы все немного Квинт. Квинта можно найти рядом с локацией с лягушками. Кантин Хьюз. Местный механик на Чернильном острове. Он предлагает Капхеду и Магману самолет. И дает игрокам в награду мини-бомбы. Чтобы мы на уровнях с самолетиками могли ими пользоваться. Благодаря этому чуваку у нас есть самолетики и оружие для них. Хьюз является нашим другом. И появляется даже в DLC. На уровне, где мы вынуждены бороться с асами. Избивать летающих песелей. Причем эти боссы являются личными врагами Хьюза. Поэтому он так охотно соглашается нам помочь. А Капхед и Магман знают этого еще давно. Более того, Хьюз знал еще и мисс Чалис. Так как Хьюз это один из бывших одноклассников Капхеда, Магмана и мисс Чалис. Чип. Маленький живой топорик. Он дает нам награду в виде золотой монеты. Когда мы победим всех боссов на первом Чернильном острове. Чип как персонаж очень усердный и трудолюбивый. Он считает, что жизнь тем счастливее, чем больше времени он тратит на работу и рубку дров. Ну то есть занимается своим хобби, работает, судя по всему, дровосеком. Довольно забавный персонаж. Энджел. Так зовут рыбу, которая ловит рыбу. Ха-ха-ха. А ей сказать, что она что-то не так делает? Иногда при разговоре с ней она так и может нам сказать, что ты пугаешь рыбу. Довольно забавный персонаж, который ломает все законы физики, природы и логики. Но зато мы от нее узнаем, что мы можем парировать. А именно собирать те снаряды во время битвы с боссами, когда они порозовеют. Это называется парирование. Оно нужно для собирания энергии для суперудара. Спасибо рыба, я бы без тебя не справился. Вода. Вода по имени Квадрат, потому что у него лицо квадратное. Это квадратное хлебало появляется на втором чернильном острове. И расположен он в дальнем правом углу острова. И не требует победы над боссами, прежде чем мы его увидим. Он нужен нам для того, чтобы сообщить, сколько раз мы умерли. Когда мы к нему подходим, он говорит. Во всех своих битвах и всех моих рифмах ты потерпел неудачу и погиб. Столько-то раз. Затем Квадратное хлебало исчезает. В общем, он нам нужен только для того, чтобы узнать, сколько раз мы умерли. Для интереса. Четвероняшки. Группа певцов на втором чернильном острове, которого зовут Мел, Мелвин, Мелрой и Мелберт. И вначале ты встретишь только троих. Поскольку группа потеряла своего четвертого участника. Его нужно найти и завершить квартет, чтобы получить особую награду. Четвертого участника можно найти прямо за палаткой. Рядом с бегом и стрельбой. Он раскрывается нажатием кнопки, прыжка, подтверждения. И оказывается, четвертый братик нам рассказывает, как он потерялся. Дело в том, что он, как и мы, ищем монетки. И в итоге он заблудился. Ну а также он рассказывает свою печальную историю. О том, как его братья, да и он сам, потеряли работу. И фактически сейчас поют бесплатно. Просто потому, что дьявол построил здесь казино. И все идут просирать свое бабло именно к дьяволу. Но не служит салатка и пение этих артистов. Как только мы находим четвертого, они начинают нам петь. Это и есть та самая особая награда. Не густо, конечно, но хоть что-то приятное сделали им. Джинджер. Пряничная девочка, которая может нам дать монетку за то, что мы покажем ей короткий путь через горы, пройдя его самостоятельно. Джинджер очень дерзко и хвастается мальчиком тем, что они не могут ее поймать, если, конечно, они не срежут путь. Видимо, для этого ей нужно было показать путь через горы. Но несмотря на ее дерзость, она нам очень благодарна. У Джинджера есть брат, пряничный мальчик, его зовут Бастер. Он находится буквально у входа, там, где мы должны обойти к гору и встретить Джинджера. Любит джанглировать пряниками или леденцами. И работает здешним клоуном. Он нам тоже любезно дает монету. Поскольку он восхищен нашим навыком парирования. Люсьен. Человек-лампочка, который находится перед деревянным мостом и рядом со вторым мавзолеем. Очень любознательный и насчитанный человечек. Люсьен очень ценит свой интеллект, а также увлекается разными мифами. Например, он обожает искать всякие заклинания или рецепты зелья варенья. Он и все свое свободное время проводит на руинах, изучая их. Что только доказывает его интеллект и интерес к истории Чернильных островов. Людвиг-сварливый граммофон, который немного соперничает в своих музыкальных вкусах с другими инструментами. Да, как ты понял, это далеко не единственный персонаж, который изображается в виде музыкального инструмента. И он на дух не переносит вкусы других. Но вкусы у него достаточно эстетичные. Людвиг обожает классическую музыку. Что подтверждает его образ граммофона. Такой старый классический стиль. И естественно, его имя Людвиг это отсылка к знаменитому композитору Бетховену. Но и кто же является его соперником? Это Вальфган. Как понятно, имя этого человечка, похожее на маленького радио, отсылка к Моцарту. Такой же сердитый и сварливый, как и его коллега. Так точно сказать нельзя, какую конкретно музыку любит Вальфган. Скорее всего, не классическую, поскольку он и Людвиг в этом плане имеют разногласия. Но судя по его образу старенького радио, он любит музыку как раз того времени, когда и изобрели радио. Не классическую, но такую, видимо, старую. Очень хвастлив и упрям. Довольно груб с людьми. А Людвига вообще называют дураком и минималистским шутом. Ха-ха-ха. Кора. Местная пиратка. Отважная и предприимчивая. Она также является творческим человеком и умеет обращаться с техникой. Она при себе постоянно носит саблю, и, судя по всему, у неё уже был боевой опыт. Удивительный факт, что эта маленькая пиратка является лидером банды хулиганов, состоящей из вот этого здорового клубня и двух лягушек. То есть, бандой Спадера, Рибби и Кроукса. Кто бы мог подумать, что второстепенный персонаж, которого мы просто так можем встретить где-то на острове, является лидером банды трёх боссов. Ну, если считать лягушек, как за двоих. Но есть также версия, что она является всего лишь членом команды капитана Солёной Бороды. И ещё один босс из первой части Капхеда. Черепашка Талли. Мирный персонаж, который просто не выносит насилия. И если мы не убьём ни одного врага, на уровнях Беги и Стреляй, то Черепашка Талли разблокирует нам чёрно-белый фильтр для игры. Но это не более чем просто прикольная плюха. Сильверворд. Он нам даст уже двухцветный фильтр. Если мы пройдём 15 уровней, на пятёрку, то есть на оценку А. Статусный директор Вилка начальной школы Чернильницы. Очень гордый и вежливый джентльмен. В DLC мы также встречаем немало персонажей. Вот, например, разносчик газет. Кошачьих газет. Мы не знаем имени этого котёнка. Он просто разносит газеты и даёт нам три монетки. На четвёртом острове также обитает не менее интересный персонаж, как девочка Кактус. Она любит намекать на то, что девочки лучше парней, и мы должны победить всех боссов с помощью мисс Чалис. Ну а также она просто обожает рассказывать всякие сказки. Ну а что будет, если мы действительно будем побеждать всех боссов с помощью мисс Чалис? Она нам откроет новый скин. Скин золотой чаши. Кстати, а что это за сказки? Это сказки о боссах. И даже про Солонкина у неё есть своя сказка. Она называет её «Повесть о том, кто причиняет неприятности». Что уже нас должно насторожить. Игра как бы с самого начала нам намекает на то, что Солоныч не такой простой повар, как кажется. Она знает здесь буквально всё и обо всех. Но многих, наверное, привлёк вот этот вот таинственный призрак Дедушка-Детектив, который рассказывает нам о таинственной энергии на кладбище. Где мы и открываем нового секретного босса. За это он нас и благодарит. Раскрываем мы эту загадку, кстати, с помощью участников соревнования по скалолазанию с киркой, лопатой и фонарём. Что очень странно, фонарь победил. Поговорив с каждым персонажем, мы узнаём от него подсказку, на какое надгробие нам нужно нажать на кладбище первым, вторым и третьим. И, судя по всему, лампочка здесь единственная, счастливая и довольная своим местом. Ну а вот этого персонажа ты встретишь буквально везде. Лодочник. О нём мало что известно, но, похоже, он знаком давным-давно с мисс Чалис. Так как она попросила дать ему задание для Капхеда. Является обычным перевозчиком, который действует как система быстрого перемещения. Вот таких персонажей мы можем встретить в Капхед. Ну и какой второстепенный персонаж понравился тебе? Напиши об этом в комментариях. Ну и а также не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича в Телеграме и во Вконтакте тоже подписывайся. И на мой Яндек Дзен. Ссылки в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись им со своими друзьями и у себя на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok